Здравствуйте! Сегодня в программу разговор на региональный телеканал Репортер 73 мы пригласили Екатерину Владимировну Буцкую, руководителя территориального управления Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Здравствуйте! Вы в этой роли руководитель ФОМС в нашей студии не впервые, но в нашей программе первый раз. И я хочу сразу сказать, что все эти ближайшие 30 минут мы будем говорить не только о том, чем занимается ваш фонд и с какими финансами он справляется, а в первую очередь, наверное, ответим на те вопросы, которые волнуют каждого жителя, у кого есть полис ОМС, на что я имею право и имею ли право вообще. Буцкая Екатерина Владимировна. Дата рождения 20 августа 1967 года. Знак зодиака – лев. В 1988 году окончила Ташкентский дружбой народов Институт народного хозяйства по специальности экономика труда. С 1988 года работала в Академии наук УЗССР. С 1994 года работала в Цуано, Росгострах, Ульяновск. С 1997 по 2006 год – заместитель главы Ульяновского района Ульяновской области. С 2006 по 2007 год в Управлении планирования бюджета и отраслевого финансирования. С ноября 2008 – заместитель и далее министр финансов Ульяновской области. В настоящее время руководитель ТФОМС по Ульяновской области. В 2009 награждена нагрудным знаком отличник финансовой работы. Ну, во-первых, коронавирусная инфекция, она спутала нам все планы, она скорректировала вообще всю нашу жизнь. И в работу любого предприятия, любого уровня, она внесла свои коррективы. Без исключений, наверное. Фонд обязательного медстрахования. Как переносит вот этот период, эти нештатные ситуации. И последовательно уже потом будем говорить о том, всем ли в полной мере гражданам оказана медицинская помощь в полной мере. Да, действительно, 2020 год, он был очень сложным просто для всех, для всего мира. И, конечно, здесь для территориального фонда обязательного медицинского страхования, как для любой организации, а для нас и еще сложнее было в связи с тем, что мы являемся основными источниками финансирования медицинских организаций. То есть мы и страховые медицинские организации. И поэтому вся ответственность за своевременность финансирования, за обеспечение стабильного финансирования, она легла, конечно, именно на территориальный фонд и наши страховые медицинские организации, так как мы понимали, что вот в условиях пандемии мы обязаны обеспечить стабильность функционирования. И здесь нужно было принятие сложных решений вплоть до выпуска нормативных актов. Они были выпущены и на федеральном уровне, и, конечно же, на нашем региональном уровне. Но, в частности, было принято решение об отмене диспансеризации, и, соответственно, был изменен норматив подушевого финансирования. Мы понимали, что с отменой диспансеризации для того, чтобы у нас все-таки поликлиническое звено не страдало, мы увеличили норматив с 1235 рублей до 1565 рублей непосредственно на одного застрахованное лицо. То есть здесь это тоже дало определенный толчок к дополнительному финансированию и поддержке наших медицинских организаций. Конечно же, сразу было принято решение о том, что необходимо установить на обследование, на исследование на ПЦР, то есть на диагностику. И здесь мы вместе с нашими медицинскими организациями полностью изучили себестоимость данного тарифа, все затраты, которые ложатся в эти исследования. И был утвержден тариф 721 рубль на одно исследование. И здесь это тоже обеспечило своевременное финансирование наших лабораторий. Это у нас было 11 лабораторий, которые проводили исследования в 2020 году. И было проведено 243 тысячи исследований, то есть на сумму более 176 миллионов рублей. То есть довольно-таки тоже такое приличное финансирование для наших медицинских организаций. Но это все равно было недостаточно. Цифры-то большие, конечно, они впечатляют. Но ведь 2020 год как раз и говорил о том, что во многом были даже моменты провальные, когда нам не хватало ни тестирования, ни вовремя сделанных ПЦР исследований. Да, действительно, главное было вовремя организовать и правильно организовать эту работу. И здесь, конечно, вместе с нашим Министерством здравоохранения была проработана вопросом маршрутизации пациентов на исследования. И, конечно, здесь принимались решения в целом и о лечении именно пациентов с заболеванием COVID. Здесь тоже были установлены свои повышающие коэффициенты в тарифах. И нужно сказать, что, начиная от легкого заболевания, стоимость составляла 78 тысяч рублей. Значит, средней степени тяжести до 178 тысяч рублей и до 249 тысяч – это тяжелая степень заболевания COVID. То есть это тоже привело к тому, что мы старались дополнить, соответственно, финансирование. Ну и, конечно, была работа все-таки с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Мы понимали, как, в общем-то, и на федеральном уровне, что была приостановлена плановая госпитализация. И, ну, при этом, конечно, не приостановлена по онкологическим заболеваниям, по сердечно-сосудистым заболеваниям и, значит, связанные с гемодиализом, с сахарным диабетом. Здесь, конечно, принимались все меры, чтобы обеспечить своевременно госпитализацию пациентов. Но, тем не менее, с учетом того, что все-таки у нас сформировались ковидные госпитали, действительно ковидные госпитали, то есть больницы, которые полностью занимались ковидными пациентами, это ЦГБ, медсанчасть, мы знаем, да, госпиталь ветеранов, это и наши районные больницы были, и Ульяновская, и Корсунская, и Барышская больница, значит, и Цельнинская, Большая Нагаткинская больница. То есть, соответственно, большие суммы, в общем-то, пришли из федерального фонда, то есть 223 миллиона было направлено на то, чтобы те медицинские организации, которые потеряли в рамках плановой госпитализации, они получили эти дополнительные средства. Ну, а в целом на лечение и проведение исследований по ковидному заболеванию было профинансировано миллиард 851 миллион, то есть это 12,2% от общей суммы финансирования. То есть довольно-таки приличные суммы, и самое главное, что мы старались ежемесячно, чтобы у нас не было никаких препятствий, чтобы, несмотря на то, что мы понимали, что экономика сложный период, что отчисление фонда, федеральный фонд именно по обязательному медицинскому страхованию, это могло задерживаться. Были сложности, мы понимали, что из-за областным бюджетом, а областной бюджет перечисляет на неработающее население именно фонд обязательного медицинского страхования, а мы уже оттуда получаем в виде субвенции, чтобы вот эта вот цепочка не порвалась. Мы очень плотно работали, конечно, с нашим областным бюджетом, мы работали и в рамках вот тех мер, которые правительство Ульяновской области принимало, о поддержке бизнеса, о поддержке предприятий. Вот это только во взаимоувязке, в комплексной такой работе, оно дало результат того, что наши медицинские организации смогли выдержать. И все-таки, да, были небольшие сбои в плане того, что где-то организационно это понимали, что это все очень нежданно, и вот так вот как бы сразу легла нагрузка на здравоохранение, но тем не менее в рамках именно финансирования мы старались не допустить срыва, выйти достойно. На сегодняшний момент в полном объеме медицинской помощи оказывается, да, мы вернулись и к диспансеризации, и к плановым операциям, ко всему-ко всему. Да, конечно. Ну, во-первых, прежде всего, мне хотелось сказать еще по прошлому году, все-таки 16,2 миллиарда было потрачено всего из расходов на средства, 15,2 миллиарда это вот только для наших медицинских организаций, это на 1,6 миллиарда больше 2019 года. То есть несмотря на то, что вот такой был ковидный период, тем не менее мы все равно профинансировали... То есть вы про бюджет говорите годовой. Да, про бюджет 2020 года годовой. А сейчас, если говорить по первому кварталу, мы тоже уже сегодня первый квартал завершили, и 3,5 миллиарда было направлено нашей медицинской организации. В основном, конечно, 88% это наши учреждения, государственные учреждения, это 3,1 миллиарда рублей, и плюсом 357 миллионов уже к аналогичному периоду первого квартала прошлого года. А мы знаем, что тот первый квартал еще не был ковидным, и шло в нормальном режиме. Поэтому вот этот плюс, он тоже говорит о многом, что уже и первый квартал мы уже сработали 357 миллионов плюсом. Ну и, конечно, нужно отметить, что в первом квартале тоже уже на ковид направлено 176... Ой, извините, 716 миллионов рублей на ковид, и это практически уже подходит к 21% от общей суммы финансирования. То есть мы видим, что, несмотря на то, что в целом ситуация стабилизируется, но случаи все равно оплаты, они осуществляются, и также проводятся и ПЦР-исследования уже тоже на 176 миллионов рублей, то есть довольно-таки большая сумма. И, конечно же, мы все равно сейчас у нас медицинские организации стараются именно осуществлять и плановую госпитализацию, и, конечно же, мы говорим и про онкологические заболевания, и у нас по программе «Демография» на ЭКО большие средства выделяются уже в прошлом году 67 миллионов, в этом году 71 миллион, и запланировано 700 случаев ЭКО вот уже на этот год, в первом квартале уже проведено, значит, около 113 случаев ЭКО и гемодиализ. Более 25 тысяч пациентов проведены услуги по гемодиализу, более 25 тысяч, так сказать, медицинских услуг оказано, и нужно отметить, что это практически уже около 20% подходит в целом от годовых исследований. То есть функционирование медицинских учреждений, оно так постепенно входит в нормальное русло, которое было до этого без ковидных потрясений. Вы легко оперируете цифрами и в сопоставлении с прошлым годом, и в сопоставлении с планом того, что нужно сделать. А вопрос еще, если увязывается с финансами, он всегда граничит с нашей такой пресловутой несовершенной системой госзакупок, которую со всех сторон критикуют, государственники пытаются ее как-то реформировать, а вот на практике мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся. Кто-то нарушает, кого-то хватает за руку и наказывает, а кого-то не хватает, и в результате как раз пациенты в больницах и поликлиниках сталкиваются с этим махровым непрофессионализмом. Как избежать вот этого? И фонд явно заинтересован в том, чтобы процесс госзакупок был прозрачен, понятен, и конечный потребитель, пациент, был на 100% защищен. Вот если брать 2021 год, у нас уже май заканчивается, есть ли какие-то нарушения в процессе госзакупок, которые вас беспокоят? И вы видите перспективу того, что могут быть там дальнейшие сдвиги в ненужную сторону? Ну вообще, действительно, это самый проблемный вопрос в части именно хозяйственной деятельности и управленческой деятельности в наших медицинских организациях. За которыми вы тоже следите. Да, мы следим полностью в целом за финансовой и хозяйственной деятельностью. Значит, у нас мы согласовываем планы финансовой и хозяйственной деятельности, но мы знаем, что это основной бюджет медицинской организации. И так как все-таки средства обязательного медицинского страхования они составляют 80% у медицинских организаций, мы знаем, что они еще финансируются часть из областного бюджета, часть имеют платных услуг, то, конечно, средства обязательного медицинского страхования — это основной источник. И здесь мы держим на контроле прежде всего те моменты, когда руководителю учреждения иногда хочется передвинуть средства, где-то уменьшить на лекарственное обеспечение, передвинуть их на какие-то другие, на приобретение основных средств и так далее. То есть здесь, конечно, осуществляется строгий контроль за медицинскими организациями. Любое перемещение, любая передвижка в рамках своих бюджетов, мы их называем планы финансовой хозяйственной деятельности, она согласовывается с нами. Непосредственно, конечно, с учредителем с Министерством здравоохранения Ульяновской области и с нами по нашим средствам, по средствам обязательного медицинского страхования. И нами, конечно, в этом плане осуществляется строгий контроль. Но нужно отметить, что в рамках процедуры закупок, да, здесь прежде всего зависит, конечно, от руководителя, насколько грамотно принято решение. И мы понимаем, что когда уже только при формировании бюджета на 2021 год уже есть понимание того, какие средства будут заложены по лекарственному обеспечению. И, в принципе, ничего не мешает, как у нас областной бюджет, принято на трехлетний период, да, проводить закупки уже в декабре месяце для того, чтобы обеспечить лекарством в первые месяцы и затем уже в дальнейшем стабилизировать эту ситуацию с закупками. А в целом, конечно, хотелось бы отметить, что мы контролируем не только в рамках хозяйственной деятельности, но и в рамках обращения граждан по лекарственному обеспечению. То есть мы понимаем, что если человек лежит в стационаре, то в рамках стандарта лечения все лекарственные средства должны предоставляться бесплатно. И если у пациента возникают сомнения, что его заставили купить лекарства и так далее, то здесь обращение в свою страховую медицинскую организацию либо к нам на контакт-центр поможет с приложением копии чеков и так далее вернуть эти средства через медицинскую организацию. То есть если это действительно закуплено не просто по желанию пациента, он решил, что лучше лекарства мы сейчас все в интернете что-то вычитываем и так далее. А если это в рамках стандарта, то оно должно быть бесплатно, и тогда средства пациенту будут возвращены именно со стороны медицинской организации. Любому пациенту важно понимать, какие права он имеет, если он работник какого-то предприятия, он как-то застрахован, и если он не работает, потому что за него платит областной бюджет в любом случае. И в любом случае человек, который обращается за медицинской помощью, он имеет право на определенный стандарт, когда мы говорим, на что мы имеем право, получить бесплатно. Кто обязан все-таки человеку донести вот эту информацию о том, что ты имеешь бесплатно? Ну, конечно, прежде всего, это его страховая организация. То есть в каждой страховой организации есть свой страховой представитель, который практически вас должен сопровождать на всем этапе обращения в медицинскую организацию, при направлении на плановую госпитализацию. То есть если возникают какие-то сложности, основной, конечно, это ваша страховая организация. Но и мы, как территориальный фонд, мы проводим очень большую работу в рамках именно повышения медико-правовой грамотности. И здесь нужно сказать, что вместе с нашими страховыми организациями подписан план повышения медико-правовой грамотности, где мы в рамках этого плана проводим месячники. Вот у нас мы по аналогии в Министерстве финансов проводятся месячники налоговой помощи, а мы вот сделали месячники медико-правовой грамотности. И у нас проходят эти месячники в городах, в городе Ульяновске, в районах города Ульяновска. То есть у нас уже был задействован Заволжский, Засвияжский, Ленинский район. И вот в июне у нас железнодорожный район. Ну и мы выезжаем и в сельские районы, и ежемесячно выезжаем в каждый. Либо вот Ульяновский район выезжали, в Чердоклинский, в Старомаинский, в город Ново-Ульяновский выезжаем. Полис дает возможность бесплатно получить медицинскую помощь. Это система обязательного медицинского страхования. Через страхование и выдача полиса вы являетесь застрахованным. Значит, вы застрахованы государством на оказание бесплатной медицинской помощи. И поэтому вот хотелось бы обратить внимание, что ваш полис — это важный документ. А если нет полиса? По каким-то причинам? Когда-то работал, теперь не работаю, или забыл, или переехал. Не хочу оформлять ничего. У меня нет полиса. Мне что, не окажут медицинскую помощь? Экстренную помощь вам в любом случае должны будут оказать. В любом случае экстренная помощь. Есть у вас документы, нет у вас документы. В течение 20 минут скорая должна приехать и оказать вам медицинскую помощь. И потом, если вы госпитализированы, сделали срочную операцию, а уже в дальнейшем непосредственно уже будет оформление документов, опять-таки через обращение в страховую и получение временного свидетельства. Сначала выдаются временные свидетельства. Значит, если у вас нет вообще страхового медицинского полиса, выдаются временные свидетельства. Оно действует 45 дней. И затем оно подтверждается уже все равно полисом. У нас сейчас полис единого образца. То есть до 1 мая 2011 года действовали старые страховые полиса. После 1 мая 2011 года уже действуют новые полиса. И данные полисы, значит, практически 95,6% населения в Атульяновской области, они имеют уже полисы нового образца. И там 4% вот старого, который они могут заменить. У нас действуют две страховые организации. Это капитал медицинское страхование и САГАСМЕД. Но раньше он назывался ВТБ. Они, в принципе, являются правоприемники. Поэтому если полисы получались, значит, соответственно, в ВТБ, то здесь уже САГАСМЕД. Вот. И здесь только страховая медицинская организация может позвонить и сказать, что у вас там, допустим, есть какие-то проблемы с полисом. Но вообще, если полис уже единого образца, он выдан, то он действует бессрочно. И в данном случае вопросы по полису могут возникнуть, если есть какие-то изменения, сменили фамилию, что-то в дате рождения уточнили. И практически заменить полис сложности нет. Главный паспорт, удостоверяющий личность, СНИЛС для ребёнка — это свидетельство о рождении. То есть вот те основные документы, которые необходимы для того, чтобы получить полис. И они, в принципе, есть у каждого, поэтому думаю, что сложности здесь нет. 30 у нас пунктов действуют на территории Ульяновской области, которые осуществляют замену полиса, выдачу полиса. При этом, если вы даже находитесь в командировке, у вас по вашему полису, вас обязаны предоставить вам медицинскую помощь. То есть вы в командировке заболели, вам потребовалось условно вырезать аппендицит, то в любом случае вы можете это сделать в любом субъекте. Полис действует на территории всей страны. И здесь уже подключаются межтерриториальные расчёты, то есть, соответственно, расчёты между территориями. Вас не должно беспокоить, у вас есть полис. Не важно, что он получен в Ульяновской области, но он действует на территории всей страны. И поэтому здесь вам обязаны в любом случае оказать помощь. Екатерина Владимировна, о высокотехнологичной помощи хочу спросить. Систему обязательного медицинского страхования критиковали, и в большей части со счётной палаты, например, критика раздавалась, я имею в виду федеральную. Нашла, например, информацию, что ещё в 2017 году Счётная палата Российской Федерации выявила, что в листе ожидания находились пациенты, для которых была возможность оказания медпомощи ранее, и планируемые объёмы на год не были выполнены. Но зато в это же время число платных операций подобного рода резко возросло. То есть вроде бы то, что было запротоколировано и по праву могло помочь пациентам, не было сделано, а вот на платных услугах – пожалуйста. Систему ОМС переформатировали именно как раз в 2021 году, и что-то изменилось. Все ли знают об этих изменениях? Что конкретно изменилось? Во-первых, изменилось то, что федеральные центры, которые как раз-таки оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, они теперь финансируются напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Сделано это было прежде всего для того, чтобы зачастую именно федеральные центры говорили о том, что большие сверхобъёмы, и с учётом этих сверхобъёмов порой вот это квотирование, когда уже человек долго ждёт, чтобы исключить вот эти все случаи, именно федеральные центры взяты на контроль, так как там именно оказана высокотехнологичная медицинская помощь. И вот у нас в Дмитровграде наш, значит, непосредственно федеральный центр, который сейчас уже объединённый, он состоял из двух, МБА-172 и ФЦМР, а сейчас единый федеральный центр, который непосредственно имеет профиль онкологии, да, прежде всего, то, соответственно, вот сейчас финансирование его осуществляется из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. И нужно отметить, что с этой целью планируется, что сейчас людям по высокотехнологичной медицинской помощи будет более доступно обращение и своевременно финансирование, хотя и через федеральные фонды мы старались наш, в общем-то, федеральный центр своевременно финансировать, но, тем не менее, больше будет контроль, больше будет ответственность, так как это действительно высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, а мы продолжаем оказывать и не через федеральный центр, это и наш онкодиспансер. У нас 12 таких, в общем-то, медицинских организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. И нужно отметить, только за первый квартал 201 миллион профинансировано высокотехнологичной медицинской помощи. Ну, это, конечно, у нас вот 171 случай неонатологии, это онкология у нас оплачивается, где-то 36 миллионов. Это и 462 случая сердечно-сосудистых заболеваний на 19 миллионов рублей. И вот травматология и ортопедия за первый квартал 78 миллионов. Вот, видимо, все-таки этот зимний период, 111 медицинских услуг оказано по этому профилю, именно высокотехнологичной медицинской помощи. А в целом в специализированном круглосуточном стационаре у нас 1,7 миллиардов направленных средств, где вот в том числе оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. То есть довольно-таки такие приличные суммы. Ну, если мы говорим 3,1 по нашим госучреждениям, 1,7 — это вот только круглосуточный стационар. Ну, конечно, у нас и амбулаторная помощь 1,3 миллиарда, и здесь тоже в рамках амбулаторной помощи оказывается и сердечно-сосудистые, и онкология в амбулаторной помощи на 7,7 миллионов на сегодня уже профинансирована. Ну и, как я говорила, наши, в общем-то, по национальному проекту «Демография ЭКО» мы тоже уже вот в первом квартале большие средства предусмотрели и потратили, и, конечно, вот делали. То есть вот такие именно основные направления. Ну, а в целом, если человек планирует планово лечь на госпитализацию, то здесь необходимо просто обращаться к врачу-терапевту, который непосредственно направит, выпишет направление на плановую госпитализацию, и человек может своевременно планово пролечиться в том же круглосуточном стационаре. Понятно. Ну и о нарушенных правах еще раз подчеркнем. Давайте. Если человек понимает, что он как застрахованное лицо, но тем не менее понимает, что его права так или иначе нарушены, он пока формулирует вот эту свою претензию, он может куда-то обращаться со своими жалобами? Или ему нужно сначала юридически доказать, что его права нарушены? Нет. Вы знаете, можно просто с заявлением обратиться, как я уже говорила, именно в свою страховую, либо к нам в территориальный фонд обязательно медицинского страхования. При этом вот сейчас вышел новый порядок информирования граждан о нарушениях, непосредственно выявленных в медицинских организациях. И человек, обратившись индивидуально, он может получить всю информацию о том, насколько некачественно предоставлена ему медицинская услуга, и, значит, соответственно, уже в дальнейшем обратиться в суд о взыскании средств в случае некачественно оказанной медицинской услуги. В случае нарушения сроков ее оказания, условий предоставления. Вот это сейчас взято на особый контроль. Причем, если вот сейчас этот порядок уже начинает действовать прямо вот часть пунктов с момента опубликования, то с 1 января 2022 года в этом порядке прописано, что человек уже может через сайт госуслуг обратиться, и, соответственно, с этим заявлением на госуслуги он может, значит, получить всю соответствующую информацию, где были нарушены его права, где была предоставлена некачественная медицинская помощь, и уже в дальнейшем выходить в какие-то судебные инстанции и привлекать уже юристов. На портале госуслуг действует платформа «Решаем вместе». Там тоже есть непосредственно выход на наш сайт территориального фонда обязательного медицинского страхования через эту платформу. И любые заявления о том, что вы считаете, что вам некачественная предоставлена услуга, или вас заставляют платно приобретать лекарства, или вас заставляют платно проводить лабораторные какие-то исследования. Сейчас очень много обращений по МРТ, по КТ, особенно было в условиях ковида. Бывает даже до такого абсурда, что врач не назначает лечение, пока человек не сделает МРТ. Пациент говорит, дайте мне направление на МРТ. Врач говорит, ну идите, делайте платно. На самом деле, если ему необходимо это в рамках его лечения, то это не должно быть платно. Обращений очень много разных, где-то от 60 до 110. В общем-то, обращения в день — это в целом. В день? Да, в день. А вообще уже за первый квартал только 11 117 обращений. Это и в две наши страховые, и к нам непосредственно в территориальный фонд. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Теперь остается пожелать успехов вам в вашей деятельности. Пациентам, естественно, терпения и, во-первых, крепкого здоровья, потому что бороться за здоровье и бороться еще за качественное предоставление услуг, качественные же опять услуги, это нужно много сил. Ну и что, успехов всей нашей страховой медицине. Спасибо большое. Другого у нас пока нет. Спасибо. Это была Екатерина Буцкая, руководитель территориального отделения ФОМС. Говорили о том, что важно беречь свое здоровье и о системе медицинского страхования. Смотрите репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин